Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В глубокой яме в Барнауле пешеходный переход ушел под землю. Яблочный мошенник полиции региона разыскивает мужчину, который продает поддельно айфоны. Уроки полового воспитания в Алтайском крае. Кто за и кто против. Начнем выпуск с происшествия. Сегодня в самом центре Барнаула образовалась гигантская дыра. Пешеходный переход вместе со светофором и дорожным знаком ушел под землю. В чем причина и есть ли пострадавшие, знает Мария Микшута. Самым стойким в этом провале оказался светофор. Он, несмотря на то, что провалился в яму, продолжал регулировать движение. Очевидцы отпускали немало шуток по поводу стойкого трехглазого, но в целом ситуация выглядела совсем не смешно. Фура проезжала со стороны профинтерна. Видимо, уже давно подмывание шло. Фура проезжала и рухнул асфальт. Слава богу, без жертв. На пешеходнике никого не было. Принял такие сразу попытки. Вынес большую картонную коробку, перегородил, чтобы машины встречные не могли попасть в яму. Из-за провала асфальта и хлынувшего потока горячей воды затопило подвалы близ лежащих домов. Пострадали собственники продовольственных магазинов. В одном из них приготовились к худшему. Достали спасательные лодки и жилеты. Откуда по стенам стекалось? Где? Непосредственно вот. Видите? Вот все эти небольшие отверстия, они прям текло по всему периметру. А здесь повезло меньше. Вода прибывала внезапно и быстро, подтопила товар, который хранился в подвале. Убытки не на одну тысячу рублей, говорит женщина. Вон, видите, эта сторона выходит к этим люкам, которые... И оттуда оно все пошло. Много воды убрали? Ну, ведер пять убрали точно. Если вот так вот было, что подтоварника затопило, вы видели. Сколько товара пострадало? Ну, еще не считали. Как сообщили в СГК, повреждения постарались устранить как можно быстрее. Работы по откачке воды провели. В настоящее время специалисты ведут работы по поиску этого повреждения. Но, предположительно, оно произошло на магистральном трубопроводе диаметром 600 миллиметров, который введен в эксплуатацию 61 год назад. Сейчас уточняют список домов, которые попали под отключение воды. В ближайшие часы начнется ремонт на трубопроводе. Главное, чтобы после такого ремонта на роковом месте не оказался автомобиль или пешеход. Мария Микшута, Илья Халяпин. День с толком. Алтайский край перешел к третьему этапу снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом. Соответствующий указ накануне подписал Виктор Томенко. Это значит, что разрешена работа всех организаций, а также проведение мероприятий. Другими словами, можно все, но осторожно. Сохраняется соблюдение социальной дистанции, масочный режим, без маски по-прежнему не должны обслуживать. Предприниматели также будут обязаны проводить дезинфекцию в помещениях. Ну и до 3 октября действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для людей с серьезными хроническими заболеваниями. Кстати, снятие ограничений удачно легло на День города. Напомним, в эту субботу Барнаул отметит свое 290-летие. Как отметил губернатор региона, сегодня у нас есть все основания для перехода на третий этап. На это дали разрешение санитарные власти. И по словам Виктора Томенко, ситуация в крае стабилизировалась. Ситуация действительно стабилизировалась. Каждый день от коронавируса стабильно умирают люди. За прошедшие сутки в регионе скончались 7 пациентов, которым был поставлен диагноз COVID-19. А за все время пандемии в регионе зафиксировано более 400 летальных исходов. К слову, за день в крае выявили 65 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в регионе 12 716 человек. 52 пациента находятся на аппарате ИВЛ и 137 человек в тяжелом состоянии. И к другой теме. К зиме готовы будут не все. Сегодня в правительстве края обсудили подготовку к отопительному сезону. Докладывали прямо. Проблем в регионе с этим множество. И паспорта готовности до холодов получат далеко не все. Анастасия Дороган продолжит тему. В наличии двойная норма. Это о запасах угля в край. В цифрах это 754 тысячи тонн твердого топлива, доложили сегодня губернатору Виктору Томенко. По сравнению с прошлой осенью ситуация не так уж и плоха. Но на особом контроле остается Яровое. На текущий момент запасы угля на складе ТЭЦ Ярового составляют около 12 тысяч тонн. Мазута 85 тонн. Муниципалитетом обеспечен сегодня и поддерживается нормативный запас топлива. На этой станции. Несмотря на всю работу, проведенную администрацией города Ярового, о получении паспорта готовности ТЭЦ в предстоящем отопительном периоде пока говорить не приходится. Проходили зимний сезон. Много там кувыркались. Прошли. Начали подготовку к зиме. Через 10 дней будет готов к работе и... Какой? Десятый или девятый? Девятый. Девятый будет готов. Это седьмой и девятый в комбинации позволят и низкие температуры проходить. Еще через месяц, я так понял, будут завершены работы по десятому. То есть вся эта подготовка. Посмотрите, в какой момент режим ЧАЭС уже, может быть, надо снимать. Министр ЖКХ Евангелев в целом подчеркнул, что в этот сезон районы входят с очень высоким уровнем готовности. 135 из 139 муниципалитетов, по его сведениям, получат паспорта. Сложности уже упомянуты в Ярового, Олейска, из-за того, что часть комплекса принадлежит военным, а также Тальменки и Калманки. По Тальменскому району в исправлении. И мы приняли решение о строительстве там новой газовой котельной в селе Тальменка вместо аварийной котельной АТП. Калманский район, похожая ситуация, только там собственник котельной и частное лицо, которое отказывается фактически осуществлять затраты на ее поддержание. А 73 котельных на сегодняшний день отключены от электричества. Правда, по словам министра, ситуация не проработана только по трем – в Заминогорском, Немецком и Третьяковском районах. Анастасия Дороган, День с толком. СГК решила впервые спросить мнение жителей городов о предстоящем подключении тепла в домах. В прямом эфире своего инстаграма представители компании ответили на вопросы и рассказали о готовности сибирских городов, в том числе и алтайских, к отопительному сезону. Отопительный сезон на носу. Энергетики готовятся, но в сибирской генерирующей компании решили еще и пообщаться с жителями напрямую. В эфире инстаграма компании директор по тепловым сетям Антон Баев, к примеру, рассказал, что отдельные многоквартирные дома могут подключиться к отоплению раньше или позже обычного. Для этого нужно проводить собрание жильцов. Почему мы сейчас запустили это голосование? Да, мы слышим жителей. Это совместное решение. Жители его могут принять. Тех, кто его не принял, это как и всегда, те идут по общему распоряжению мэрии. Антон Баев также рассказал о ходе ремонтных работ и подключении тепла в сибирских городах. В Барнауле, к примеру, на 15 сентября к отоплению подключены 9 многоквартирных домов, 7 медицинских учреждений, 60 школ и детских садов. Также представитель СГК объяснил, почему летом в городе вне расписания отключали горячую воду. Все лето жители получали горячее водоснабжение по обводным временным линиям. И сейчас, чтобы включить новый трубопровод после капремонта, нужно отключение, потому что он включается в сеть. Вот именно с этим было связано. Поэтому так долго, потому что большой диаметр, ну это просто быстрее невозможно. Еще несколько подобных отключений в разных районах Барнаула предстоит пережить, когда в городе будут запускать в работу отремонтированные участки. В начале октября уже все работы будут завершены. Также в эфире говорили о Рубцовске, которому сейчас приковано внимание СГК. Город в прошлом году первым в России перешел на новую систему тарифообразования и получил серьезные инвестиционные вливания. Вот, например, по сравнению с прошлым годом в Рубцовске количество дефектов выросло. Но резонанса не было никакого. Потому что все дефекты, они ушли уже, грубо говоря, с магистральных крупных сетей, когда отключается там полборода сразу, да, они ушли в мелкие локальные дефекты, которые там на один-два жилых дома устраняются в течение рабочей смены дневной. Компания расширяется и в этом году на подготовку к отопительному сезону. Во всех городах потратили почти на миллиард рублей больше, чем в прошлом. Кстати, прогноз на грядущую зиму обещает сибирякам, что она будет холоднее прошлой. Уже с учетом этого города почти на 90% подготовлены к отопительному сезону. Елена Кузовкина, Андрей Дреер. День с толком. Детские сады Барнаула смогут принимать детей от одного года, если будет такая потребность. Об этом сообщили в Комитете по образованию города. Пока же поступали только единичные просьбы от некоторых родителей. И, кстати, накануне стало известно, что в барнаульских детских садах появится 405 дополнительных мест для детей ясельного возраста, то есть от полутора до трех лет. Уже в этом году. На данный момент ведется строительство трех дошкольных учреждений. К тому же в 16 детских садах города была пересмотрена планировка, что позволило открыть 405 новых мест. В свое время, когда было мало детей, это 90-е годы, группы, которые были в дошкольных организациях, они переоборудовались в другие помещения, в те же спортивные там залы, не знаю, в дополнительные какие-то. В настоящее время принято решение о том, что вернуть их в первоначальное состояние, как и положено по проектам. Но даже 405 новых мест не закроют весь спрос для ясельных деток. В очереди таких более двух тысяч. В Комитете по образованию заверили, что в конце 2021 года проблема будет решена. 100% детей от полутора до трех лет будут устроены в детские сады города. Одна из нашумевших тем начала учебного года – уроки полового воспитания в школах. Пополнить имя школьную программу предложили ряд экспертов из центральных регионов России. Правда, депутаты Госдумы сочли идею преждевременной, но не исключили, что к ее обсуждению в ближайшее время могут вернуться. Как к урокам секс-просвета относится общественность нашего региона, расскажет София Яценко. Это абсолютно нормально, что ты твое тело изучаешь, в общем, хочешь изучать и исследовать. Красочные картинки и занимательные рассказы о том, как правильно обращаться со своим телом. Такие учебники выдают школьникам в европейских странах. Уроки сексуального воспитания там практикуют уже давно. В российской учебной программе пока такого нет, но разговоры о введении отдельного предмета, разъясняющего особенности физиологии и нюансы взаимоотношений полов, возникают регулярно. От детей ты сейчас не скроешь и не надо. Тем более дети получают информацию из источников, общедоступных из интернета, из телевизора. От друзей получают информацию. И лучше, наверное, если с информацией их познакомят профессионалы, воспитатели, педагоги, психологи, может быть, медики. То есть те люди, которые не просто об этом знают точно, но и те люди, которые могут доступно донести до наших детей. Я была бы, скорее всего, против, и здесь больше вопросов родителям. Нужно налаживать с ребенком доверительные отношения, чтобы ребенок не боялся подойти к тебе с подобными вопросами, не стеснялся их задавать. Мнения родителей разделились. У экспертов на этот счет тоже разная позиция. К примеру, преподаватель этики и эстетики Алтайского госуниверситета считает, что уроки, где обсуждают интимные моменты, не просвещение, а развращение детей. Подростки все равно сексом занимаются. Давайте их научим заниматься безопасно. Научим их использовать предохраняющие средства. Научим, как делать, чтобы не заразиться и так далее. Это как наркоманам предлагают одноразовые шприцы. Однако психологи утверждают, что польза от такого просвещения есть. Аргумент следующий. В западных странах благодаря введению сексуального воспитания сократилось количество подростковой беременности и заболеваний ВИЧ-инфекцией. Само такое название секс-образование, оно может пониматься по-разному. И поэтому здорово разъяснять родителям. Может быть, проводить встречи и с родителями. Потому что не все родители могут грамотно ответить на вопросы своего ребенка. Должен заниматься специалист, который знает и особенности детской психологии, педагогики и знает очень хорошо сексологию. То есть это должен быть такой психолог-сексуолог. Но таких специалистов, признают местные эксперты, у нас не найти и со свечкой. А между тем, необходимость уроков сексуального воспитания, как предохранение от нежелательных последствий, признает даже церковь. В нынешней действительности без этого просто нельзя. Хорошо бы было бы, если родители с самого начала воспитания своих детей говорили об этом дома. Но беда в том, что наша какая-то ментальность, несобранность, либо, к сожалению, бывает и безразличие, приводят вот этим шагам, что нужно уже в школах об этом говорить. В Центральной России сейчас изучают мнение общественности по поводу полового воспитания школьников. Проводят опросы, в которых выясняют, с какого возраста и о чем конкретно нужно рассказывать современным детям. Про то, о чем прежде было принято молчать. Станет ли эксперимент отдельной школьной дисциплиной, пока вопрос открытый. Федеральные сексологи говорят о том, что чем дальше люди от крупных городов, тем они консервативнее. В мегаполисах же тема секса уже давно не табу даже для детей. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. Алтайские полицейские разыскивают жителя Нижнего Новгорода, который продает поддельно айфоны последней модели практически на улице, чаще у торговых центров. Зрелый мужчина выдает их за оригиналы, причем по стоимости в пять раз ниже. Одна из пострадавших согласилась встретиться с нашей съемочной группой. Она до сих пор не удумевает, как могла поверить незнакомцу. Подробности в нашем сюжете. Мне бы просто до дома добраться. А я еще говорю, у вас паспорта нет. А как вы тогда доберете? Ну, поеду на перекладных. Людмила никогда не считала себя доверчивой, но этому зрелому мужчине, который зашел в их магазин, поверила. Ведь он даже разрешил снять свое лицо на телефон. А еще рассказал жалостливую историю про то, как избили, забрали паспорт, деньги и домой в Нижний Новгород не на что вернуться. Только и осталось, что продать новенький айфон, который приобрел для племянника в магазине, за 126 тысяч рублей. То, что телефон подделка, Людмила поняла уже дома, когда 26 тысяч были в руках незнакомца. Мы только его решили установить как Apple ID, ввести. И там просто даже нет места, где это ввести. То есть это просто коробочка от айфона. Считайте, деньги не отходя от кассы, писали в советское время в магазинах. Так вот и Людмиле. Стоило проверить телефон на оригинальность до момента передачи денег, говорят юристы. Это техника, которая максимально легко проверяется. Заходишь на сайт айфона, вбиваешь туда номер, соответствующий, указанный на модели, либо в чеке, либо на коробке. И тебе сайт сообщает о том, имеется ли именно этот телефон в продаже. Существует ли такая модель. Можно включить телефон. И в прошивке в программе также имеются эти номера. Их тоже бывает перепрошивают. Есть куча способов. Достаточно как проверить айфон на оригинальность. А еще можно было написать что-то похожее на договор купли-продажи в простой письменной форме. Правда, без паспортных данных такие бумаги не оформляются. Все, что смогла сделать Людмила, разместить посты происшествия в Инстаграм, чтобы предупредить остальных. И люди отреагировали. И даже сообщили местонахождение мошенника. Знакомый приехал, его задержал. Типа он хочет купить телефон. Вот оно. Внимание, смотрите. Путем переговоров деньги мужчина вернул. Ему, в свою очередь, отдали телефон. Но довести до отделения полиции злоумышленника не успели. Он будто испарился. И, скорее всего, продолжил промышлять поддельными айфонами. Как сообщили нам сегодня в полиции, по свежей оперативной информации, мужчину видели в Заринске. Кстати, известно, что его жертвами стали множество барнаульцев и жители других регионов. А наша героиня, вернув деньги, уже сделала для себя выводы. Вот никогда просто в жизни я больше... Я и так... Это была моя первая покупка. Первая покупка вообще с рук чего-либо. Никогда в жизни. Я такой была противник этого. Ну, не знаю, что меня сподвигло. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Первый национальный парк появился в Алтайском крае. Правда, пока только на бумаге. Накануне постановления о его создании подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Парк площадью более 160 тысяч гектаров охватит территорию Заринского, Тогульского, Ельцовского и Салтонского районов. Проект призван сохранить уникальную черневую тайгу, а также места обитания краснокнижных птиц и редких растений. Отметим, парк должны были создать около года назад, но из-за сопротивления золота добытчиков, у которых на эту территорию были свои планы, процесс затянулся. Кроме того, жители отведенных под нацпарк районов изначально были против его появления. Но после того, как активисты Общероссийского народного фронта обратились за помощью к Владимиру Путину, президент распорядился создать парк до 1 октября. На дальнейших планах развития Салаира и его бюджете пока ничего не сообщается. Известно лишь, что уже 25 сентября на территории пострадавшей от золота добычи начнут высаживать саженцы кедра. Этой осенью барнаульский дендрарий заиграл совершенно новыми красками. Здесь появилось сразу несколько новых локаций для фотосессий. В эпицентре красоты побывала и наша съемочная группа. Орехи маньчжурского плоды вы видите. На дереве можно с трудом увидеть. Чаще всего они просто осыпаются, падают, взрывают. Каждый год у нас взрывают орехи. Маньчжурские орехи, расписные клёны, гортензии, столетние дубы. Сотни красивейших деревьев и растений встречают сегодня посетители дендрария. Бываем здесь весной, бываем осенью, потому что здесь очень красиво. Здесь надо наслаждаться природой, красотой, воздухом. Сюда, как заходишь, воздух чудесный. Такого воздуха, мне кажется, нигде нет. На память себе взяли? Да? Да. Будем дома. Мы себе много на память. Винки делать будем, поделки. В 2018 году дендрарий потревожил сильный ураган. Стихия повредила в той или иной степени каждое дерево. Некоторые уничтожены навсегда. Уже два года дендрарию пытаются вернуть первозданный вид. Высаживают новые деревья, благоустраивают водоемы, которые раньше хотелось обойти стороной. Из пруда слили воду, очистили дно оттины, отчего водоемы приобрел такой насыщенный бирюзовый оттенок. Лазурный берег – такое поэтичное название дали сотрудники дендрария возрожденному озеру. Восстановили пруд за счет символической платы за вход в мир растений. Выгребали всю эту ил на дне вместе с водой, высушивали, на берег складывали, стекало это все, потом вывозили. Поэтому берега у нас сейчас оказались такие голые. Это наша дальнейшая работа, этап следующий – это укрепление берегов и их оформление озеленения. Осенью уже кое-какие посадочки сделаем, бадан посадим, постараемся, кустарнички кое-какие посадим. По-маленьку живой уголок природы с 70-летней историей приходит в себя и преображается. Посетить дендрарий можно до середины октября, но лучше поспешить, чтобы листву не сорвал ветер и вы успели полюбоваться осенними красками, отдохнуть под кронами редчайших деревьев. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. У меня на этом все новости. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире. Продолжение следует...